Какой будет смерть человека, такой и будет его вечная жизнь. Последние мгновения в жизни раба определяют, счастливым или несчастным он будет после смерти. А правда ли, что есть определенные признаки, по которым можно определить, хороший или скверный была кончина того или иного человека? И стоит ли высматривать эти признаки? Признаки эти есть, и о них говорится в достоверных преданиях. Если есть благие признаки того, что человек умер мусульманином, то это успокаивает его близких и родных, дает им возможность достойно пережить утрату. В сборнике имама Аль-Бухари да помилует его Аллах передается хадис от Анаса ибн Малика да будет доволен им Аллах, которым рассказывается о том, как пророк да благословит его Аллах и приветствует со своими сподвижниками вернулись в Медину после битвы при Бадре. К пророку да благословит его Аллах и приветствует подошла одна женщина, сына которой звали Хариса, и этот ее сын пал мученической смертью в этой битве. Убитая горем женщина спросила, о посланник Аллаха, если бы я узнала, что мой сын в раю, я бы проявила достойное терпение. Если же он не в раю, то я буду оплакивать его. Пророк да благословит его Аллах и приветствует ответил, твой сын в райских садах, к тому же он в Фердаусе, самой высокой степени в раю. Людям важно знать хотя бы приблизительно, каково положение их умерших близких. Есть множество признаков благой кончины. Некоторые из них бывают до смерти, к примеру, произнесение слов свидетельства или смерть во время поклонения. Другие признаки проявляются после смерти. Первым из таких признаков, что проявляются после смерти, является благое свидетельство мусульман за своего умершего брата. Если правоверные отзываются хорошо о своем покойном брате, то это является признаком того, что он действительно был праведным в этом мире и что смерть его была благой. Об этом говорится в хадисе, которые передали имамы аль-Бухари и муслим. Да помилует их Аллах. И в котором Анус ибнам Малик, да будет доволенным Аллах, говорит. Однажды мимо людей прошла похоронная процессия, и люди стали хорошо отзываться о покойном. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, трижды сказал. Стало обязательным. Затем мимо них пронесли другие погребальные носилки. На этот раз люди стали плохо отзываться о покойном. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, снова трижды сказал. «стало обязательным». Тогда Умар ибн Аль-Хаттаб да будет доволен им, Аллах спросил, что стало обязательным. В ответ ему посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Для того, о ком вы отозвались хорошо, обязательным стал рай. Для того же, о ком вы отзывались плохо, обязательным стал ад. Ведь вы – свидетели Аллаха на земле. И не обязательно, чтобы за умершего свидетельствовало много мусульман. Достаточно нескольких правоверных, согласно другому хадису, пророка, в котором он сказал «Если об умершем четверо верующих людей будут отзываться хорошо, то для этого умершего рай станет обязательным. Насколько же Всевышний Аллах милостив к нам, который так облегчил нам это? Ведь достаточно всего четверых». Сподвижники затем спросили пророка, а свидетельство трех? Пророк, ответил, и свидетельство трех. Они снова спросили «А двоих?» Пророк, алейхиссаляту вассалям, ответил «И двоих». Затем в риваяте передается, что дальше сподвижники постеснялись спрашивать у пророка, саллиллаху алейхиссалям, о свидетельстве одного верующего. Вторым отдельным признаком благое смерти является благое свидетельство соседей. Первым говорилось о мусульманах в общем, однако есть хадисы, где говорится о свидетельстве соседей за умершего своего соседа. Почему именно соседей? Потому что соседи лучше знают друг о друге, чем просто верующие братья. Человек может показывать себя праведным и богобоязненным перед другими верующими, но перед соседями он непременно покажет истинного себя. И если соседи говорят благое между собой о своем умершем соседе, то это является более явным признаком того, что его смерть была благой. В Адисе говорится, если за умершего мусульманина станут хорошо отзываться четверо его самых ближайших соседей, то Всевышний Аллах скажет, «Я принял то, что вы знали о нем, и прощаю то, что вы о нем не знали». Третьим признаком благое смерти является большое количество рядов во время похорон. Имам мусульм передал от матери правоверных Аиши, да будет доволен ею Аллах, хадис, в котором посланник Аллаха саллиллаху алейхи сказал, «Если за умершим человеком станет молиться группа мусульман из ста человек, и все они будут просить у Аллаха прощения за него, то Аллах непременно примет их мольбу». Как видим, здесь не важно количество присутствующих, а важно их отношение к умершему. Бывает такое, что на похоронах властных, знаменитых или влиятельных людей присутствуют тысячи и тысячи человек. Однако если они пришли просто из-за праздного интереса, или чтобы соблюсти приличие, или их заставили, то эти люди могут не просить Аллаха прощения за умершего и не высказываться о нем хорошо. Важно, чтобы присутствующие мусульмане искренне говорили о нем благое и просили у Аллаха за него прощения. В другом хадисе говорится, что у знаменитого сподвижника Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволенными обоими Аллах, однажды умер сын. В день его похорон Абдуллах ибн Аббас сказал своему вольноотпущеннику, «Курайб, выйди, посмотри, сколько людей собралось на похороны». Сообщается, что они не были в Мекке, а были в местечке в отдаленности от запретного города. Поэтому людей там было не так много. Курайб посмотрел и сообщил Абдуллаху, что собралось около сорока человек. После этого Абдуллах ибн Аббас сказал, «Выносите носилки. Ведь я слышал, как посланник Аллаха алейхиссаляту вассалям сказал, «Если на заупокойную молитву человека соберется сорок верующих, которые не приобщают Аллаху со товарищей, то их мольба за усопшего непременно будет принята». Это еще одно облегчение от пророка. Алейхиссаляту вассалям. Просим Всевышнего, чтобы он даровал всем нам праведную жизнь, наполненную хорошими поступками, и благую смерть, после которой все попадем в рай с его дозволения. Аминь. Абдуллах 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 Абдуллах